Полгода назад 12-летнюю внучку Марины Абухова сбили на этом пешеходном переходе. Девочка месяц пролежала в больнице и теперь боится переходить дорогу без взрослых. Хотелось бы очень, чтобы поставили здесь светлофокс, чтобы не было страшно ходить в сад, в школы и в школу. Одна машина останавливается, а другая не поймет, почему она остановилась. И просто давят людей. Это пешеход, ну и переход смерти получается. Жители поселка Высокий не раз обращались в органы местного самоуправления с просьбой установить светофор. Но ответа не дождались. Смерть 11-летнего мальчика в минувшую пятницу стала последней каплей. Родители вместе со школьниками вышли на акцию протеста. Мы провожаем детей в школу. Мы не знаем, вернется ребенок каждой мамы из школы или не вернется. До каких пор это будет? Кто за это возьмет ответственность? Я дохожу до бабушки, а потом дедушка меня отвозит. Очень быстро ездит. Иногда даже невозможно перейти дорогу, потому что очень долго ждешь. Иногда даже по полчаса ждешь, потому что никто не останавливается. Около сотни активистов с плакатами в руках ходят по пешеходному переходу туда-обратно. На дороге образовалась пробка в несколько десятков метров. На задержанное движение некоторые водители реагируют агрессивно. Регулировать движение пытаются сотрудники ГАИ. Авто направляют в объезд, а по утрам и вечерам по требованию пикетирующих. На пешеходном переходе теперь дежурит регулировщик. Управление ГАИ с сегодняшнего дня выставит здесь пост и будут стоять, когда ваши дети будут идти в школу, в детский садик, чтобы больше не случилось это. Когда на опасном переходе установят светофор, будет известно после заседания поселкового совета, которое состоится завтра. Ирина Антонюк, Виталий Айсмачко, медиагруппа «Объектив». Виталий Айсмачко, медиагруппа «Объектив».